Дольщики ЖК Курортный могут получить ключи от квартир уже к Новому году. Об этом стало известно сегодня на заседании межведомственной комиссии. Теперь паводки не повод остаться дома, а в Лазаревском районе начали ремонт сельских мостов. Наличными дороже в Сочи повысится тариф в автобусах, но можно будет сэкономить с новой картой. Есть своя команда и азарт, тогда вперед! Футбольный клуб Сочи проводит розыгрыш Кубка болельщиков. Дольщики ЖК Курортный могут получить ключи от долгожданных квартир уже к Новому году. Об этом стало известно сегодня на встрече с дольщиками проблемных домов. Заседание межведомственной комиссии провел первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сегодня в Сочи с рабочим визитом. Ключи от заветных квадратных метров дольщики ЖК Курортный ждут уже больше пяти лет. Надежда на будущее у 400 семей появилась в прошлом году. Тогда мэрия нашла для печально известного жилого комплекса инвестора. Объект ему достался не в лучшем виде. В одних домах не было коммуникации, другие корпуса и вовсе не были построены, хотя квартиры в них уже успели продать. Те 12 домов, которых наша компания собиралась разместить обманутых дольщиков, эти 12 домов будут до Нового года закончены, пока мы идем в графике. Надеюсь, что тех условий, которые мы сейчас наконец-то получили, позволят нам ускориться теперь. Проблемы жилого комплекса Курортный и еще двух десятков многоквартирных домов сегодня обсуждали на встрече с дольщиками. Ее в Сочи провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. В зале собрались представители администрации, прокуратуры, полиции, службы судебных приставов, ресурсоснабжающих организаций, депутаты городского и регионального парламентов. Этот формат определен губернатором и прокурором Краснодарского края. Он на сегодняшний день является наиболее эффективным, понятным, потому что решения, которые принимаются здесь, на этой международной комиссии, они оперативно воплощаются в жизнь, оперативно принимаются решения. И от принятия решения до действия, ну, очень короткий срок. Проблемы у каждой из недостроенных многоэтажек разные, пути решения тоже. Для одних домов, как ЖК Курортный, уже найдены инвесторы. Благодаря им квартиры получат более пяти тысяч человек. Стараемся, чтобы наши списки, наши все проблемные строения, здания, сооружения, самое главное, люди, поддержку получили максимальную. Есть у нас серьёзные инвесторы, есть уже определённые договорённости по достройке всех проблемных объектов. Но никто с проблемой не останется, мы постараемся каждому уделить внимание. Другие дома будут достраивать за деньги из краевого фонда содействия дольщикам. Его создание – это инициатива губернатора региона. Благодаря фонду может решиться проблема более чем 750 семей. Будут достроены дома, которые заморожены больше 10 лет. Это жилой комплекс «Ямайка» в микрорайоне «Мамайка» и абсолютно «Островского». А вот дольщики на улице Виноградной – многоэтажку здесь начали строить в 2008-м. Вопрос со своим домом решили сами. Достраивают за собственные деньги. У нас была возведена коробка, коммуникации не были подключены. Но было очень большое желание жить в Сочи. Где-то наша достройка в ценах 2010 года – это порядка 2-3 квадратных метра обошлась нам. За последние полтора года в Сочи удалось решить проблемы восьми объектов долевого строительства. В начале прошлого года в реестре проблемных было 28 объектов. Сейчас их осталось уже 20. И работа по каждому будет продолжена. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Глава Кубани предложил законодательно закрепить статус винограда пригодных земель. С инициативой Вениамин Кондратьев выступил в Государственной Думе. В Нижней Палате парламента состоялось заседание рабочей группы по вопросам новой редакции закона развития виноградарства и виноделии. Его провел спикер Госдумы Вячеслав Володин. На совещании были приглашены депутаты, руководители южных регионов, производители и эксперты. Участие принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Новый законопроект позволит решить ряд проблем отрасли. Каких именно, узнаем мы из следующего сюжета. В стенах Госдумы виноделы шутят. Принятие закона о развитии виноградарства и виноделия они ждут со времен князя Голицына, который считается основоположником отрасли в Крыму и Абрау-Дюрсу. До сегодняшнего дня Нижняя Палата парламента уже отклоняла проект в третьем чтении, признав его компромиссным и нерешающим сложившиеся проблемы. Для того, чтобы учесть все недочеты в новом документе, в Государственную Думу в первую очередь и пригласили производителей благородного напитка. Те виноделы, которые честным трудом, даже без закона, создавали историю великих вин России, они доказали то, что мы имеем право на поддержку отдельным законам, чтобы дать развитие, чтобы этим занимались не энтузиасты, чтобы более серьезные пласты бизнеса предпринимателей. Конечно, для поддержки виноградарей и виноделов сегодня сделано немало. За последние пять лет депутаты приняли несколько важных для развития отрасли инициатив. Так, ставка налога на добавленную стоимость стала ниже для тех, кто выращивает янтарную ягоду с 20 до 10%. Но зато требования к благородному напитку, и это одна из главных претензий его производителей, определяются законом об обороте алкогольной продукции. То есть подход к вину такой же, как, например, и к водке. Мы сегодня имеем законопроект, который не только описывает понятия, но самое главное, создает условия, защищает отечественного товаропроизводителя и позволяет им конкурировать с другими товаропроизводителями из других стран. Давайте с вами сделаем так, чтобы действительно у нас с вами, начиная от виноградной лозы, как здесь правильно было сказано, до бокала вина, все было безупречно, и была поддержка отрасли, и защита товарных знаков, и качественный продукт. В обсуждении нового законопроекта приняли участие руководители южных регионов. Как губернатор главного винодельческого края страны к парламентариям обратился Вениамин Кондратьев. Кубань – лидер в России по выпуску вина и количеству виноградников. Абраудюрсов, Анагария, усадьба Девноморская – это лишь немногие производства, которые известны в том числе и за пределами страны. Правда, некоторые бизнесмены идут по легкому пути. Закупают дешевый виноматериал за границей, а потом разливают все это по бутылкам уже в Краснодарском крае. С надписью на этикетке произведено на Кубани. В таких условиях очень сложно конкурировать как раз с тем, кто действительно выращивает в регионе сырье для благородного напитка. Если уж мы говорим о конкуренции даже виноградарстве, ну не не сколько виноградарстве, а виноделии. Но вы понимаете себестоимость сегодня вина, если его вырастили, виноделы в Краснодарском крае, я имею в виду, сделали из него виноматериал, потом разлили. Сколько стоит вот это вино? Какая там эта маржа, да, она минимальная. А теперь тоже виноделы. Но они привезли этот виноматериал. Они его не вырастили, они этот виноград, они виноматериал-то этот сам не делали, не лелеяли. Тоже произвели вино в Краснодарском крае. Это с точки зрения сегодняшней нормы закона, это абсолютно равные виноделы. И одни произвели вино в Краснодарском крае, и другие. Я бы очень хотел, чтобы то, что мы сегодня делаем, что делают сегодня виноградари и виноделы, по-настоящему нашло поддержку в законе, в российском законе о виноградарстве и виноделии. Мы хотим быть регионом, который производит виноград и делает из него вино, но не регионом-разливайкой, где разливают привезенный виноматериал. В новом документе необходимо законодательно закрепить право называть российскими винами только те напитки, которые производят из выращенного в стране винограда, уверены эксперты. Могу привести пример. Сегодня одно из игристых вин, которое продается как игристое вино, даже не напиток, на российском рынке, делается в Литве. И по нашим данным, оно даже к винограду не имеет никакого отношения. То есть это яблочный сок, который крепится этиловым спиртом и потом просто газируется. Поэтому вот эта проблема огромная. Нам нужно сегодня качество вина обеспечить. К нам относятся серьезно, к российским виноделам по качеству. Урожай винограда в Краснодарском крае за последние три года остается практически на одном уровне. Однако объемы разлива вина только растут. Например, в прошлом году было собрано 210 тысяч тонн ягоды, а произведено 22 миллиона декалитров вина, что на 2 миллиона декалитров больше, чем, к примеру, в 2017 году. Тенденция не очень хорошая. В 2017 году соотношение примерно 61% – это наш виноматериал, а практически 40% – привезенный. Ну, давайте так дойдем и до половины, а потом и вообще. Сегодня мы не только нуждаемся в регулировании виноградарской отрасли и винодельческой, мы сегодня нуждаемся в поддержке российского вина, в поддержке и продвижении. Вот что сегодня мы просим. И я прошу от имени виноградарей и виноделов Краснодарского края. В том числе особое внимание необходимо уделить сохранению виноградопригодных земель, обратился глава Кубани к депутатам. Сегодня они не защищены законом. Ценные гектары могут уйти не под закладку виноградников, а под строительство жилых домов. Сегодня практически около 30 тысяч гектаров виноградопригодной, ценнейшей земли, непонятно у кого находится, заложено в банках, теперь перезакладывается, включается в черту поселений, перепродается под застройку. И сегодня вот эта вот ценнейшая виноградопригодная земля вообще никак не защищена. Это просто сельхозназначение. Ну, поверьте, она бесценна. Она бесценна. И поэтому сегодня я делаю все в крае, чтобы эту землю сохранить. Но мне нужны правовые основания, чтобы не дать эту землю застраивать. И вот сегодня есть уникальная возможность, уважаемые коллеги, благодаря вам, этим законам поставить точку в этой вакханалии. Особой отрасли нужна особая поддержка. Главная задача законопроекта, чтобы он имел практическую пользу для российского производителя. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый документ будет внесен на слушание Нижней Палаты уже сегодня. Его планируют утвердить до конца текущего года. Возможно, 2020-й станет для отрасли виноградарства и виноделия новой страницей своей современной истории. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Сотни зеленых зон преобразились на Кубани благодаря нацпроекту. В текущем году программа «Комфортная городская среда в крае» выполнена почти полностью. Об этом журналистам рассказал глава региона. Вениамин Кондратьев отметил, что работы по наведению порядка в парках и скверах ведутся в каждом из 44 муниципалитетов. На эти цели направляли не только бюджетные деньги, ко многим проектам удалось привлечь частных партнеров. Сейчас благоустройство полностью завершили в 22 районах края. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на Кубани уже благоустроено 308 общественных пространств из 387. Таким образом, мы приближаемся к завершающей стадии реализации национального проекта в этом году. Благоустройство территории выполнено более чем на 80%. Перечень объектов на следующий год будет утвержден в ближайшее время. Самая главная цель – восстановление и создание зеленых островков в городах и районах края уже выполнена, но эту работу необходимо продолжать. Наиболее крупными проектами стали реконструкция Гагаринского бульвара и сквера пограничников в Краснодаре, набережной в Сочи, парка «Юность» в Обширонске. На почти 400 объектов благоустройства выделили 2 миллиарда рублей. В ближайшие пару лет на формирование комфортной городской среды регион получит больше 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. А в Лазаревском районе Сочи начали ремонт мостов. До этого их по поручению мэра города внесли в реестр, то есть поставили на учет. После этого работа закипела там, где люди уже опасались ходить. Что сделано за две недели, узнаем из следующего материала. Небольшой мост, но большая проблема для местных жителей. Обветшавшие переправы через реки в конце сентября осмотрел глава Сочи. Алексей Копайгородский поручил создать реестр небезопасных мостов и приступить к их ремонту. Два моста в Дагомыси на Ленинградской и Армавирской теперь абсолютно безопасны. Вместо прогнивших досок свежий настил из лиственницы. Дерево, которое отличается особой прочностью. А это поселок Мирный в Лазаревском районе. Он условно разделен на две части, точнее на два берега. На одном школа, на другом детсад. Горная река Цукваджи в прошлом году во время паводка смыла два пешеходных моста. Две недели назад на помощь жителям пришла тяжелая техника. Нам нужно или в поликлинику, нам нужно или там, допустим, магазин, или еще какие-то у нас дела. Не на этой стороне, а на материке, как мы называем, нам не перейти, как только поднимается река. Я уже здесь живу уже более 10 лет. И это так важно, что делают русло реки. Первый раз вот такая серьезная работа происходит. Рабочие расчистили русло и углубили его. Раньше от воды до моста был один метр, теперь шесть. Сам подвесной мост отремонтировали, сделали освещение. Об этом местные жители с радостью рассказывают главе района. Родители могут спокойно своих детей отпускать в школу, потому что при строительстве моста соблюдены все необходимые, на наш взгляд, требования. Чтобы река не повредила водовод, его перенесли. Сейчас восстанавливают и второй мост, ведущий к частным домам. До конца года в Лазаревском районе отремонтируют еще три пешеходных моста, в том числе в районе улицы Малышева через реку Псизуапсе. Отремонтирован и мост Влаона, улицы Жигулевской. Старый был деревянный и за годы своей службы прогнил. Теперь настил сделали металлическим, пристроили съезды для колясок и благоустроили территорию вокруг. В следующем году красивой станет вся улица Жигулевская. Почти километр дороги отремонтируют в рамках нацпроекта. Рядом из заброшенного муниципального участка сделают прогулочную зону. Вообще же в следующем году в Лазаревском районе по нацпроекту безопасные и качественные автодороги отремонтируют 33 улицы. Сейчас завершается ремонт 12-километровой дороги высокогорным аулам Хаджикош, Хафит, Калеш, Лыготх и Кичмай. Рабочие не просто кладут новое покрытие, но и обустраивают тротуар. Заасфальтировали не только дороги, по которым едут машины, но и подходы к школам. К примеру, территорию школы искусств на улице Шевченко в центре Лазаревского. Сюда рисовать и учиться музыке приходит больше 700 детей. Ровным и красивым стал и двор школы и детского сада в ауле Хаджико. Принципиальная позиция главы Сочи – социальные объекты на первом месте. Состоялась укладка асфальта во всей территории в трех образовательных организациях. Это школа номер 94 в Калеже, школа искусств номер 3 в поселке Лазаревское и детский сад 97-й в ауле Калеж. В следующем году в Лазаревском приступят к масштабному проекту. Курортную набережную отремонтируют и продлят. В итоге поселок получит единую прогулочную зону от пляжа Калипса до пляжа Дельфин. Сегодня работает у нас и департамент дизайна, и архитектура по части возможной реализации этого, потому что есть ряд проблем. Там и территория РЖД, и федеральная территория, и строения, которые там стоят испокон веков еще. Поэтому работаем примерно. Протяжелая протяженность этой набережной составит около 12 километров. В центре поселка благоустройство уже началось. На улице Калиптовой предприниматели сделали новую прогулочную зону. Причем не просто посадили деревья, установили лавочки и урны. Теперь здесь даже шашлыки пожарить можно, а потом и угостить ими соседей. Скоро появится и детская площадка. Ее обустроят на пустыре, где раньше бросали строительный мусор. Еще одна прогулочная зона появится на улице Тормахова. Там идет строительство сквера в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Сдадут его ко дню города в ноябре. Площадь почти 40 соток. По проекту здесь будут прогулочная и зеленая зоны с детской и спортивной площадками. В разгар работ в поселках не забыли и о городских воротах. Въезд в Сочи в районе поста Магри озеленили. Отреставрировали колоннаду и восстановили подсветку. Теперь гостей курорта будет встречать новый светящийся герб. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 18 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 20-22 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 20. Компания «Соут» приглашает на выставку православия. Монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встречи с духовенством, православные товары, продукты, мед. С 22 по 27 октября. Гранд-отель «Жемчужина». Как природный и экологический туризм сделать не только популярным, но и безопасным, этот вопрос стал ключевым на экологической конференции, которую в Сочи принимают уже во второй раз. Об экологии в целом и в частности о природном туризме в последнее время стали часто говорить во всем мире. Одна из проблем его развития – невозможность регулирования на законодательном уровне, в частности на особо охраняемых природных территориях. Политики, ученые, экологи разных стран объединяются для того, чтобы решить эти вопросы и параллельно работают над развитием новых направлений отдыха. Еще пару лет назад возможность оставить палатку дома оказалась туристам фантастика. А теперь же каждый, кто захочет отправиться в путешествие по Уральским горам, может быть уверен в своей безопасности и теплом ночлеге. А на сложные маршруты могут выходить не только подготовленные туристы, но даже мамы с детьми и пожилые люди. Человек получает комплексную безопасность от природных условий тяжелых, от диких зверей, а территория получила экологическую защиту. Природный туризм становится новой отраслью экономики нашей страны. И первопроходцем в этом деле стал курорт Роза Худер. В планах руководства – развить туристические кластеры на Камчатке и Сахалине. А в Сочи уже следующим летом планируется открыть новые экотропы и лагеря. Причем это очень качественные экологические лагеря будут. С тем, чтобы можно было получить в случае необходимости и медицинскую помощь, и эвакуацию, и какие-то другие сервисы. То есть мы как раз стремимся совместить с одной стороны экологию и природу, а с другой стороны высочайший уровень сервиса и безопасности, что тоже очень важно. И, к сожалению, то, чего часто не хватает в таком диком экологическом туризме. Природный туризм уже пользуется большой популярностью. Это не только выезд на природу. На самом деле он может включать в себя и научный туризм. Например, под руководством опытных сотрудников любители могут наблюдать за птицами. Бёрдвотчинг – новый вид отдыха и пока еще не развит. Экологический и природный туризм – это не только территория опыты, это в целом территория нашей большой необъятной страны. И здесь, конечно, важно определить правила игры, важно понять, что можно, что нельзя, какая, в принципе, суть, что, в принципе, вкладывается непосредственно в это понятие и уже, исходя из этого, двигаться дальше. Нужно, конечно, создавать условия для того, чтобы не только наши соотечественники путешествовали, хотя это основная наша задача, но и чтобы как можно больше народ приезжал из-за рубежа. Кому можно показать и вулканы Камчатки, и Кольский, и Кавказ, и Урал, и так далее. Главная проблема развития природного туризма – отсутствие законодательной базы. Как ее разработать, решают ученые и политики со всего мира во время конференции. По итогам будут сформированы предложения, их рассмотрят в Госдуме. Кстати, депутаты уже разработали законопроект о внесении изменений в закон о классификации гостиниц. Он разрешит принимать гостей даже фермерам, если те предлагают агротуризм. Для спокойной работы владельцам подсобного хозяйства надо будет только зарегистрироваться в налоговой. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Взгляд в цифровое будущее – так называется форум, который стартовал в Сочи. Его главная тема – развитие умных городов. В работе форума принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты федерального уровня, в числе которых и сочинец, президент фонда «Цифровая долина Сочи». Почему именно умный город должен стать точкой экономического роста и источником цифрового прорыва? Об этом на заседании форума расскажет Антон Немкин. Умный город – это такой комплекс, в котором собрано множество разных сервисов для управления городской инфраструктурой, транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ. То есть это отцифровка всех сфер жизни человека. Участники форума «Взгляд в цифровое будущее» ответят на вопросы, каким должно быть государственное участие в цифровой трансформации городов. А вот как перейти от умного города к цифровому региону – это обсудят на отдельном заседании, в котором и примет участие президент фонда «Цифровая долина Сочи», член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин. Если говорить о Краснодарском крае, именно о развитии цифровизации в регионе, можно говорить о положительной динамике, наблюдаемой за последние несколько лет. Как и в центре Кубани активно развивается, реализуется множество программ, так и в Сочи. Хотел рассказать о цифровой долине Сочи, которая является точкой притяжения для успешных практик и такой мегалаборатории, в рамках которой мы планируем демонстрировать успешный опыт. Поэтому Краснодарский край в перспективе будет еще одной точкой притяжения цифровизации, помимо уже существующих привычных точек – это Москва, Казань. Надеемся выйти в лидеры. На форуме «Взгляд в будущее» в Сочи также будет представлен рейтинг цифровизации регионов. В Сочи стартуют продажи городской транспортной карты «Пальма». Ее можно будет рассчитаться во всех городских автобусах и главное – сэкономить. «Пальма» в Сочи будет работать по аналогу «Московской тройки». Старт продаж назначен на 18 октября. Новое введение не только упростит жизнь пассажиру, но и позволит сэкономить на проезде. Карта не коснется осеннее повышение тарифа. В 15 ноября стоимость проезда повысится до 28 рублей. Это при оплате наличными. А при оплате банковской карты или телефоном с поддержкой бесконтактной оплаты проезд будет стоить 26 рублей. По транспортной карте в дальнейшем будет разработана система скидок и проездных билетов. То есть можно будет купить «Пальму» например на 100 поездок. Это будет дешевле, чем при оплате водителю наличными. Уже завтра карту можно будет приобрести в офисе компании-оператора по адресу Курортный проспект 73. А с ноября она будет доступна в офисах Сбербанка. Подключение стоит 100 рублей. Пополнять карту можно будет в офисах банка, терминалах и в режиме онлайн. Важный момент – оплатить одной картой проезд для нескольких человек, к примеру, детей или супруга, не получится. Каждому пассажиру нужна будет своя карта. В Амеретинском порту прошли учения космонавтов. На тренировку пригласили школьников из центра «Сириус». В центре подготовки космонавтов говорят, старт и посадка – самые сложные элементы полета. И возвращаться на Землю не менее опасно, чем отправляться на орбиту. Особенно если пришлось покинуть станцию экстренно, и аппарат приводнился в открытом море. К такому сценарию должен быть готов каждый член экипажа. Поэтому экстремальные тренировки – обязательная часть подготовки. Обычно посадку на воду космонавты отрабатывают на озере Звездного городка. Но в этом году ее решили провести в акватории Черного моря. Как космонавты отрабатывают навыки водного выживания, школьники «Сириуса» увидели своими глазами. Все кандидаты в космонавты – Евгений Прокопьев, Алексей Зубрицкий и Александр Гребенкин – отработали блестяще. Даже без опыта такого вида подготовки экипаж уложился в норматив. Сочинцам предлагают написать «Большой этнографический диктант». Акция пройдет по всей стране 1 ноября, накануне Дня народного единства. Принять участие во всероссийской акции может любой желающий, при условии, что он владеет русским языком. Возрастных ограничений нет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. 20 вопросов общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого края. На написание диктанта участникам дается 45 минут. В Сочи диктант напишут в школах номер 13 и 26, а также в лицее номер 95. Можно сделать это и в формате онлайн-тестирования на сайте «Большого этнографического диктанта» с 11 часов 1 ноября до полуночи 4 ноября. Футбольный клуб «Сочи» проводит второй розыгрыш Кубка болельщиков. Он посвящен юбилею Льва Яшина. Турнир будет проходить в субботу, 9 ноября, начало в 10.00. Все игры состоятся на одном из полей тренировочной базы на улице Ленина, 95. В турнире примут участие 16 команд. После формирования заявочного списка будет проведена жеребьевка турнира. Две лучших команды в каждой группе выйдут в 1-4 финала. Дальше турнир будет проходить по системе «Плей-офф» с одной игрой на вылет. Участие бесплатное. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.